Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня наша встреча посвящена такой уже достаточно всем знакомой теме маркировка. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны и телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардашева. И если вам по какой-то причине, например, время оказалось неудобным или не смогли досмотреть до конца, или еще какие-то форс-мажорные обстоятельства, то вы можете немного позже вернуться на наш сайт. И мы выкладываем записи вебинаров, и вы можете посмотреть и текущие вебинары, может быть, еще какие-то материалы вас заинтересуют. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Также будем очень благодарны вам за обратную связь. Если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу встречи или вопросы касательно вашей бизнес-ситуации, то приглашаем вас к сотрудничеству. Мы постараемся ответить, если в течение вебинара, то я постараюсь ответить, как бы, насколько можно подробнее. Если любым другим удобным для вас способом вы зададите свой вопрос, то есть, если мы уже будем не лимитированы по времени, сможем ответить и гораздо полнее, и уже касательно именно вашей ситуации. Так что милости просим к сотрудничеству. Как будет сегодня наша встреча проходить? Мы будем нормативные материалы с вами смотреть на слайдиках, и потом будем переключаться на демо-базу УТМ, таким образом, на демо-базу, и смотреть то, о чем мы поговорили. Сразу хочу сказать, что УТ одна из последних версий, то есть у нас УТ-11, и, соответственно, мы будем смотреть уже на ней с учетом того, что последние изменения, которые касались нормативных документов, уже и были проведены. Ну, возвращаемся к нашим слайдикам, и программа нашего вебинара будет построена вот таким образом. То есть, естественно, мы поговорим про настройку справочников, собственно говоря, какие изменения у нас там есть, поговорим, что такое разрешительный режим, и какие у него есть особенности, то есть чем грозит его несоблюдение, с какого момента становится разрешительный режим обязательным, и, собственно говоря, причины, по которым мы можем столкнуться с трудностями при использовании разрешительного режима, то есть, соответственно, эти сложности связаны с какими техническими или организационными проблемами. Ну, про настройки сканирования, про работу с дополнительными техническими инструментами поговорим, естественно, поговорим про дополнительные сервисы и про отчеты. Итак, немножко напоминаем историю, так сказать, балета. На самом деле, тема маркировки уже достаточно давно запущена и изучена, скажем так. И если добавляются какие-то новшества, то в основном за счет того, что добавляются новые группы маркируемых товаров. Сейчас вот такой посмотрим. С вами такой слайдик. Напомним, что обязательно маркировка должна быть проведена. Ее обязаны применять и производители, и импортеры, и, соответственно, оптовики, ну и, конечно, розница. То есть, вся цепочка существования товаров, маркированных у нас, обязательна для исполнения. Разработкой и поддержкой всей этой системы занимается Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ. Эту аббревиатуру вы, в общем-то, наверное, давно и много раз встречали. Ну, что такое прослеживаемость товаров? То есть, это товары, которые у нас ввозятся из-за рубежа и так далее. Ну и, собственно говоря, маркированные товары. У нас существует бренд, который специально разработан и используется. Это бренд «Честный знак», который маркированные товары, собственно говоря, при работе с маркированными товарами работает, и, соответственно, генерирует коды, то есть марки. Коды эти не бесплатные. Стоит один код 60 копеек с учетом НДС или 50 копеек плюс НДС, как вам больше нравится. Ну и исключения в этом случае составляют жизненно необходимые лекарственные средства, которые стоят до 20 рублей. В этом случае для таких лекарств коды бесплатные. И еще один момент, который мы должны помнить, это то, что платформа «Честный знак» составляет национальный каталог товаров. То есть, туда собраны все товары, которые проходят обязательную маркировку, и платформа «Честный знак» содержит раздел, куда может любой человек зайти, ввести код с марки, и по этой марке узнаете всю информацию про товар, который он держит в руках, приобрел или смотрит. Марки. Марки у нас тоже бывают разные. То есть, система маркировки и в иностранных государствах применяется достаточно давно. И, в общем-то, у нас существуют несколькие виды. Ну, во-первых, кодировка Data Matrix – это графический код, в который, естественно, сошита вся информация про товар, про производителя, про процесс передачи от одного собственника к другому, например, из предприятия-производителя в предприятие оптовой торговли. И RFID – метка. Это уже другой код, это радиочастотный чип, и в нем точно так же зашифрована информация про товары, и немножко истории, так сказать. Графический код часто путают с более привычным QR-кодом и линейными стрих-кодами. То есть, вот вы видите на картинке сведения, так сказать, о других товарах. То есть, как вы видите, линейный стрих-код достаточно давно и хорошо всем знаком. Он нанесен на практически большинство иностранных товаров. QR-код мы тоже достаточно уже к нему привыкли. Он используется, вот видите, его разновидность на картинке. И код DataMatrix, то есть, похож на QR-код, но отличия видны даже невооруженным взглядом. То есть, эти коды невзаимозаменяемы. То есть, заместить один код другим не получится. При использовании маркировки, то есть, работой с честным знаком, используется именно DataMatrix код. Естественно, для работы с кодами требуется оборудование специальное. Значит, есть разные виды оборудования. Ну, во-первых, это сканер, естественно. От того, какой сканер вы приобретаете, зависит, насколько, скажем так, комфортно вам работать с маркированным товаром. Естественно, требуется принтер этикеток, особенно если вы являетесь производителем. И онлайн-касса, которая служит для считывания маркировки. Сейчас достаточно много тоже разнообразных моделей кассовых аппаратов. Ну, вот и Сбербанк занимается расширением этой линейки. И выпускает онлайн-кассы и так далее. Ну, и здесь все зависит от того, какие конкретные условия вам нужны. И, в общем-то, какая продукция у вас будет продаваться или производиться. И самое главное, чтобы эти все устройства были сертифицированы в 2024 году, ну, естественно, и в последующие годы. Ну, самый распространенный, наверное, способ – это нанесение марок через принтер. То есть для этого используются специальные виды принтера, которые распечатывают этикетки. И, естественно, в этом случае используются термопринтеры, то есть используется специальная бумага, струйные принтеры. Ну, собственно, достаточно большое количество разных видов принтеров. Существует также устройство прямого нанесения. То есть если вы являетесь производителем, в этом случае вы на саму упаковку с использованием устройства прямого назначения вы можете наносить либо штрих-код, либо гравировку. Ну, то есть любым способом. Естественно, используются лазеры. Это наиболее точное нанесение маркировки. Лазеры подходят для любых поверхностей, в том числе и для пластика, и для стекла, и для металла. Ну, и штамповочное оборудование – это в случае, если необходимо наносить серийные номера, например, для изготовления. То есть на плоские поверхности наносятся, соответственно, какие-то штампы. И считываются они, собственно говоря, коды, которые наносятся, напомню, Data Matrix, считываются эти коды с помощью технологии ARIA Image. То есть, соответственно, все технические средства, которые используют эту технологию, могут применяться и в разном наборе, в разном составе, соответственно, для работы со штрих-кодами. Значит, принтер этикеток чаще всего используется небольшой. То есть, не говоря про какие-то гиганты, например, типа наших автомобильных гигантов, мы говорим чаще всего, принтер этикеток – это принтер, который подсоединен, например, к компьютеру. То есть, как только получена зарегистрированная эмиссия кодов, мы можем их распечатать и наклеить. Сканер 2D для считывания штрих-кодов. И можно использовать и проводной сканер, и беспроводной. То есть, беспроводной – это, например, по технологии Bluetooth, но, тем не менее, разные варианты могут использоваться. Торговлю в основном используют проводные сканеры. Например, складские хозяйства используют обычно беспроводные. Также используются терминалы сбора данных, то есть, ТСД, соответственно, ТСД гораздо больше популярности пользуются, потому что позволяют и проводить инвентаризации, и считывать, естественно, маркированные товары. И при больших объемах с использованием ТСД гораздо проще работать с сотрудником. Ну и еще немножко теоретической, так сказать, информации. Это этапы большого пути, так сказать. То есть, с 1 июня 2023 года, то есть, прошлого года, у нас достаточно большие расширения были. То есть, у нас к эксперименту по маркировке были подключены безалкогольные напитки, включая соки, и, собственно говоря, еще некоторые товары. Здесь ключевое слово – эксперимент, потому что, когда разговор идет об эксперименте, то Минпромтор предоставляет бесплатно оборудование, которое может работать, то есть и принтеры, и сканеры, и другое оборудование может предоставлять участникам эксперимента. Эксперимент – это добровольное участие в основном. И, соответственно, если это добровольное, то предприятия обеспечиваются всем необходимым оборудованием, что на самом деле достаточно выгодно, потому что все оборудование все-таки стоит достаточно больших денег, особенно сейчас, когда период санкций, так сказать. А если предприятие участвует в эксперименте, то на время эксперимента техника предоставляется на безвозмездное основе. То есть предприятие может, так сказать, обкатать необходимые технологии и потом либо приобрести аналогичную технику, либо заменить, если техника оказалась неудачной. Что же такое разрешительный порядок? То есть мы говорили в основном про маркировку. А что такое разрешительный порядок, из которого момента он действует? Вводится он поэтапно. С этого года первые, так сказать, эксперименты с маркированным товаром и разрешительным порядком были с 1 апреля. И вводится он поэтапно, поскольку поэтапно вводится маркировка на некоторые товарные группы. Что такое разрешительный режим? Разрешительный режим – это когда не просто сканируется марка, а когда дожидается отклика. То есть, например, если мы работаем с кассовым оборудованием, то мы сканируем код и дожидаемся отклика от честного знака, который проверяет. То есть кассовый аппарат проверяет действительность, валидность марки. То есть введена она в оборот или нет. И, соответственно, средние, которые от аварии размещены. И когда получает ответ от честного знака, то в этом случае дальнейшая продажа продолжается, то есть выбивается чек и так далее. Если вдруг действительность марки не подтверждается по какой-либо причине, то есть либо, например, просрочен срок годности, если это молочные товары, или запрещен к продаже через кассу, то в этом случае касса его не продает, то есть чек не пробивается. И, естественно, сведения о такой марке сразу размещаются в системе честный знак. Значит, естественно, такая проверка у нас может быть и онлайн, и оффлайн. То есть достаточно много районов, где, например, неустойчивая связь через интернет или еще по каким-то причинам. Ну, если ваша касса работает в режиме онлайн, то ее обращение к честному знаку происходит, скажем так, в рабочем режиме напрямую, подключается и проверяет марку. Но если у вас по какой-то причине прямого обмена не удалось настроить, то используется режим оффлайн. В этом случае касса имеет доступ к базам системы маркировки, то есть не напрямую с сайтом честный знак, а к базам, которые установлены продавцом. В этом случае, естественно, немного более медленно происходит обмен. Но, тем не менее, принцип тоже такой же, что необходимо, чтобы марка была обнаружена в базе данных. И если, например, она в базе данных числится как выведенная из оборота или сведения об этом товаре конкретно отсутствуют в ГИС МТ, ну, или обнаружены, что сроки годности у этого товара, то есть, естественно, запрещены к продаже со стекшими сроками годности. Исключение составляет табачная продукция, то есть в этом случае еще и контролируется цена продажа. То есть существует минимальная цена, ниже которой не имеют права продавать любые участники оборота. И, соответственно, контролируется не только сроки годности и наличие в базе данных, но еще и цены. На самом деле для работы с маркированной продукцией больше всего предусмотрено, скажем так, возможностей в разных конфигурациях. То есть 1С в этом отношении достаточно, в общем-то, хорошо, скажем так, подошел к работе с маркированным товаром. И есть несколько конфигураций, где это наиболее полно освещено. То есть, ну, это такие программы, как 1С-Розница, 1С-Управление торговли, 1С-ИРП. Ну, на самом деле достаточно большой перечень программ, которые позволяют работать с алкогольными товарами. Значит, при работе с маркированным товаром и разговоре про разрешительный режим, мы с вами говорим о том, что разрешительный режим применяется на кассе. То есть, соответственно, кассовое оборудование должно иметь возможность подключаться к программному обеспечению. То есть в нашем случае это конфигурация 1С. вы видите на слайдике отсылку, так сказать, к нормативным документам, которые регулируют продажи с использованием разрешительного режима. И еще немножко теории, последний, так сказать, наш теоретический файлик. Это как раз таки то, что я говорила про работу с конфигурациями 1С. Значит, в них во всех реализована онлайн проверка кодов маркировки. Ну и, естественно, для того, чтобы иметь такую возможность, у вас должны быть проведены административные действия, которые позволяют вам подключиться к системе ГИС-МТ, к системе Честный знак. И если у вас нет возможности для работы онлайн, то есть вы, например, расположены в каких-то удаленных местностях или где нету достаточно устойчивой интернет-святи, то в этом случае предусмотрена возможность проверки продукции перед продажей с использованием геораспределенной структуры СДН-площадок. Значит, СДН-площадки мы с вами посмотрим поподробнее, как это организовано в программе. Ну, СДН-площадки достаточно широко используемой ГИС-МТ. Ну и, соответственно, для того, чтобы войти в ГИС-МТ и получить сведения, у вас должен быть договор, должна быть оформлена электронная подпись и, собственно говоря, выполнены условия, которые требуются для подключения, например, личного кабинета. Вот сейчас мы с вами переходим к практической части нашей встречи и смотрим. То есть у нас разрешительный режим включается в настройках. На настройки, значит, в нашем случае интересуют нас такие, как раздел НСИ и администрирование. И вот сейчас мы посмотрим настройки интеграции и интеграция в ГИС-МП. Вот вы видите. В красном выделено, как именно мы будем подключаться. И мы сейчас с вами переходим на нашу демо-базу. Я напомню, что основные настройки, которые делаются для работы в программе, для активации функциональных опций у нас располагаются именно в этом блоке НСИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Когда мы переходим сюда, у нас здесь есть есть блок настройки НСИ и разделов и первоначальные настройки разных справочников и так далее. Значит, когда мы переходим НСИ и администрирование, мы с вами выбираем интеграция в ГИС-МП. ну, допустим, выбираем обувь и одежда. Значит, здесь мы отмечаем те группы товаров, с которыми мы работаем. У меня отмечены сейчас все группы для того, чтобы было видно на экране, когда введен разрешительный режим для контрольно-кассовых аппаратов. То есть здесь мы видим, с какого момента введена обязательная маркировка на эту товарную группу и здесь с какого момента вводится разрешительный режим. То есть, как вы видите, вот, например, антисептики у нас подлежат маркировке с 1 сентября 2022 года, а разрешительный режим действует с 1 ноября 2024 года. Ну, естественно, вот на остальные товарные группы также информацию вы можете посмотреть. На этом, как бы, наши настройки не заканчиваются. То есть, для того, чтобы настроить оборудование, которое необходимо для работы, нам нужно вот по этим ссылкам перейти в нужный режим. И вот, видите, мы с вами к этому слайдику еще вернемся. Я просто хочу обратить ваше внимание вот на такую подсказку, то есть, именно по разрешительной системе, если не прошли проверку, то они не могут быть проданы. И вот мы по очередной гиперссылке можем пройти, перейти в нужный раздел и посмотреть, что там и как. Ну, и, соответственно, раз уж мы сюда попали, то мы проверяем все чекбоксы, которые здесь установлены. и обратите внимание, значит, поскольку у меня эти настройки уже сделаны и у меня сделаны документы, в которых используется эта настройка, я уже не могу, так сказать, их повторно, например, снять, эти отметки, чекбоксы, они у меня уже не активны. То есть, соответственно, я могу добавить какие-то новые чекбоксы, посмотреть по ссылке, дополнительные информации и самое главное при работе с чекбоксами это внимательно читать подсказки, которые размещены под каждым полем, то есть, которое требует активации. Ну, вот, как вы видите, у меня уже проставлены такие коды, а вы, естественно, внимательно читаете и проставляете отметки, то есть, красивые зеленые галочки, которые называются чекбокс в отношении тех параметров, которые вам необходимы. Как вы видите, табачная продукция у нас идет отдельным, если можно так сказать, блоком, и обратите внимание вот на этот раздел, это у нас раздел НСИ администрирования, настройки, сканирование кодов маркировки, и здесь у нас есть розничная продажа, разрешительный режим, то есть, как вы видите, заполнены у меня по умолчанию какие-то данные, и в конце каждой строчки есть подсказка, то есть, тематическая справка, если я ее вывожу, то у меня даются рекомендации, какие данные здесь устанавливать, то есть, я могу, конечно, и не соблюдать этого, но даются оптимальные варианты тех данных, которые мы здесь указываем. Как вы видите, через какой список, через какой промежуток времени мы обновляем площадки, то есть, если это у нас не онлайн режим, в каких случаях мы блокируем доступ, в каких случаях мы ожидаем ответа и сколько времени, то есть, вот видите, не рекомендуется настраивать меньше, чем ползары в секунду, то есть, более короткий промежуток не стоит указывать, и срок действия идентификатора. как вы видите, здесь вот по истечении указанного времени идентификатор разрешительного режима получается вновь, то есть, вы не можете сегодня включить и через неделю выключить, то есть, вы указываете время, через которое будет повторный запрос. снова возвращаемся сейчас к нашим слайдикам. Вот таким образом. Значит, это мы с вами посмотрели настройки НСАИ и администрирование, и еще один момент, на котором нам нужно остановиться, ну, это я вам показала тот же самый слайд, который у нас открывался при переходе на интеграцию СМП, и вот мы с вами уже забежали вперед, так сказать, посмотрели и дополнительные переходы по гиперссылкам. И вот на чем мне хочется остановить ваше внимание. При работе с честным знаком, когда вы заключаете договор с ним и, соответственно, настраиваете личный кабинет есть возможность работать с тестовым контуром. Значит, и такую возможность мы, опять же, включаем вот из того режима, где только что мы с вами побывали. То есть, ставим чекбокс, что работать с тестовым контуром. Вот, видите, здесь у нас есть подсказка, что тестовый контур мы используем для обучения сотрудников. Это, на самом деле очень удобно. Только единственный момент, что тестовый контур должен быть чаще всего это копия нашей базы, то есть, не на рабочей базе мы учимся, а на копии. И, собственно говоря, сейчас мы снова переключимся на демо-базу. Извините, Акела промахнулся вот таким образом. Значит, переключаемся снова на наш... Мы с вами на демо-базе тестовый контур не посмотрели. Значит, мы переходим обратно и смотрим, что у нас здесь. Мы пошли смотреть розничные продажи, разрешительный режим. и если мы немножко выше поднимемся, то сейчас мы здесь... Так, интеграция GSMT и вот он у нас с вами тестовый контур. То есть, это я перешла по гиперссылке, смотрела, какие там нам надо настройки сделать. А тут я перешла и вернулась назад, на шаг назад, и вот он наш тестовый контур. Ну, естественно, для того, чтобы работать с честным знаком, требуется определить сотрудников, которые будут работать с честным знаком, ну, и пройти, естественно, обучение. Потому что, в общем-то, на первых порах именно работа с честным знаком вызывает достаточно много вопросов, которые возникают у сотрудников и, естественно, чем лучше пройдет обучение, чем более точно будут инструкции, как действовать в той или иной ситуации, то, естественно, в этом случае вы убережете себя от ошибок и от конфликтных ситуаций. Так, значит, снова мы в раздел МСИ администрирования зайдем. Значит, что нам нужно здесь посмотреть? То есть, естественно, ГИС-МПН, это у нас работа с разными товарными группами, то есть одежда, табак и так далее. Но у нас есть еще интеграция с ГИС-М изделия из меха. Как вы видите, интеграция свет из Меркурий, ну, то есть с разными другими системами. И здесь нужно обязательно понимать, что эта маркировка у нас используется для сейчас уже практически очень много товарных групп попало под маркировку. но маркировка товаров и работа с прослеживаемыми товарами это не одно и то же, потому что, к сожалению, такие вопросы достаточно часто возникают. То есть информация про маркировку у нас касается всех, то есть и производителей, и импортеров, и торговые компания в этом участвуют. Прослеживаемые товары это только товары, которые возятся из-за границы, то есть, соответственно, тоже существуют группы товаров, которые подлежат прослеживанию, и очень часто это товары, которые подлежат маркировке и прослеживаемым товарам. То есть в этом случае у нас прослеживаемые товары получают дополнительный код и этот код тоже указывается в документах, но это у нас не работа с маркировкой, то есть РНПТ, то есть код, который присваивается при пересечении границ товарами у нас числовой, а марка это эмиссия, за эмиссию марок отвечает только честный знак и, соответственно, не таможня, а честный знак. И после того, как мы выполнили первоначальные настройки, то есть посмотрели интеграцию из МП, то есть информационная система маркируемой продукции, то есть отметили те группы, с которыми мы будем работать, сейчас мы еще вернемся к слайдикам и посмотрим пару слайдиков. значит, если у нас есть хотя бы одна группа, то есть это у меня в списке вы видели, отмечены были все группы, но естественно со всеми группами вы можете и не работать, вы можете работать с какими-то выборочными группами, которыми вы либо торгуете, например, в магазине, либо производите их и так далее, ну то есть отмечена если хотя бы одна группа, и эта одна группа у нас включена в разрешительный режим, то естественно здесь мы эти настройки все выполнили, все хорошо, но вдруг мы передумали и хотим отменить. Так вот, отключить запрос в ГИСМТ и проверку статуса владельца для операции розничной продажи, например, нельзя, то есть мы не можем по собственному желанию отключать или включать такие проверки, то есть это обязательная процедура, если она введена, то отключать ее мы уже не имеем возможности. Ну и вот вы видите здесь слайдик, как раз это так сказать выдержка из того слайда, который мы смотрели, то есть настройка сканирования кодов маркировки, это настройки, которые мы выполняем, но отменить мы его уже не можем. Про площадки, SDN-площадки, значит, соответственно, мы с вами уже это посмотрели, я просила сакцентировать ваше внимание вот на ту информацию, которая у меня введена красным, это мы с вами в разделе инфы и администрирования, настройки сканирования кода маркировок, мы с вами здесь уже были и смотрели, что у нас есть возможность устанавливать здесь необходимые сведения и по вопросительному знаку в конце строки получать контекстную справку соответственно вот по разрешительным настройкам, ну и вот здесь, собственно говоря, пояснения, которые к этим настройкам можно дать, на это нужно обратить внимание, потому что это, в общем-то, обеспечивает ваш комфорт при уже дальнейшей работе, потому что настройки оборудования, то есть насколько оно у вас чувствительное, насколько оно у вас быстродействующее, зависит и от вот этих настроек. Следующий слайдик у нас с вами касается опять же это уже сервисные функции и здесь уже касательно конкретно раздела продажи, то есть, например, раздел продажи, не инсей администрирования, а раздел продажи, как вы видите на слайдике, здесь у нас есть настройка группа FM, то есть на самом деле, сейчас мы ее посмотрим, так сказать, в натуре, группа FM, это проверка работы с площадкой, SDN-площадкой и можно актуализировать список площадок, ну и, собственно, посмотреть, что это нам дает. Снова возвращаемся на наш пример и переходим в блок продажи и здесь вот у нас с вами меню сервис, обмен с GIS-MP, вот он раздел смотри также, то есть, как вы видите, здесь на самом деле мы можем просмотреть, если у нас есть какие-то недоделанные документы недооформлены или оформлены неправильно, то будет подсвечиваться информация, вот как в данном случае, с подсказкой, что необходимо сделать, то есть у меня вывод из оборота какой-то марки не оформлен, то есть мне надо обязательно сюда зайти и посмотреть, в чем же у меня здесь дело, но по камень, мы с вами идем в раздел SM также, и здесь у нас с вами есть сведения про SDN-площадки, и соответственно, мы, если переходим по этой ссылке, то мы можем посмотреть состояние SDN-площадок, но поскольку у меня демо-база, я, естественно, не могу посмотреть состояние SDN-площадок, я покажу вам это на слайдике, значит, промахнулась, значит, мы с вами заходим, еще раз повторю, продажи, вот этот вот блок, переходим на блок SDN-посылки SDN-площадки GIS-MT, и у нас получится, если мы будем это делать на рабочей, например, базе, которая имеет регистрации и доступ честный знак, то у нас будет вот такая картинка, то есть мы можем посмотреть, какие площадки доступны и какие площадки сейчас у нас актуализированы. собственно говоря, здесь ничего сложного такого нету, ну, необходима, естественно, информация от действующих участников, и, собственно говоря, какие у нас сейчас действуют разрешительные режимы, на какие группы. Ну, как мы уже говорили, они вводятся поэтапно, постепенно, то есть в этом году с 1 апреля у нас разрешительный режим вводился для сигарет, пивной продукции и пива, например, в кегах. И, соответственно, при этом у нас при разрешительном режиме у нас контролируется розничная цена на сигареты. И если розничная цена, например, отличается от установленной, то в этом случае будет отказ от честного знака. И мы еще поговорим с вами о том, что несет за собой отказ от разрешения на продажу. С 1 мая у нас с вами применен разрешительный режим к молочной продукции и бутилированной воде. Это касалось крупных торговых сетей и так далее. Значит, обычные сети, которые не имеют сетевых магазинов, обычные торговые точки и так далее, имели некоторые послабления. С 1 сентября введена продукция молочка и бутилированная вода. С 1 ноября уже начал применение разрешительный режим для пивных и слабоалкогольных напитков, антисептиков, биодобавка. Вот вы видите перечисление товарных групп на экране, которое попало под этот разрешительный режим. И, соответственно, на 25-й год уже запланированы такие действия с 5 февраля для безалкогольных напитков, в том числе и соков, а с 1 апреля будет для молочки во всех розничных сетях, то есть не только крупных сетевиков, но и вообще всех торговых точек. И, естественно, если мы говорим, это все, что касалось онлайн-проверки, все, что касается оффлайн-проверки, то с 1 марта 25-го года вся перечисленная продукция будет таким образом проверяться, и исключение составит только безалкогольные напитки. С них будет разрешительный режим применения начнет с 1 июня 25-го года. то есть, как всегда, у правительства планово громадьёй, соответственно, следить за качеством и за ценами продукции придется на постоянной основе, постоянным. Ещё немножко теперь информации опять теоретической, то есть, когда касанные аппараты считывают марку, то обычно возникает вот такая маркировка, то есть, признаки М, М плюс и М минус в чеке указываются. Что они обозначают? М плюс обозначает, что всё прошло успешно, соответственно, и структура, коды и маркировки, и код проверки и так далее. М минус означает, что какая-то из операций по проверке прошла неудачно, и М плюс обозначает, проверка не удалась, то есть, запрос был отправлен, но ответ не был получен. И здесь, что даже если у нас высвечивается М плюс, то это ещё не значит, что с товаром всё нормально, то есть, он может быть не введён в оборот или выведён из оборота, или заблокирован с утёкшим сроком годности. Ну и последний, скажем так, нормативный блок, это штрафы. То есть, соответственно, на сознательность, скажем так, участников процесса маркировки правительства не полагается, и за нарушение действий каких-то предусмотрены естественно штрафные санкции. то есть, если мы не соблюдаем правила, которые касаются маркируемого товара, ну, например, мы предоставили недостоверные сведения или не предоставили сведения, то в этом случае должностное лицо получает штраф от одной тысячи до десять тысяч для физических лиц, то есть, что в этом случае имеется в виду под физическими лицами, это должностные лица организации, то есть, сотрудники, которые отвечают за данный процесс. И, кроме этого, предприятие будет оштрафовано от пятидесяти до трехсот тысяч для юридических лиц. То есть, кроме штрафа юридического лица, штраф будет предъявлен и его должностным лицам. То есть, как вы видите, достаточно серьезные штрафные санкции. Пожалуй, только более широкие полномочия и более серьезные штрафы предусмотрены для воинского учета, то есть, для работы с военкоматами. Там штрафные санкции достигают пятисот тысяч рублей. и сейчас мы с вами снова вернемся на нашу демобазу и вот о чем поговорим. То есть, мы изначально говорили, что за маркировку у нас отвечают, ну, не то, что отвечают, что для работы с маркировкой предусмотрены конфигурации 1С розница, 1С управления торговлей. Мы с вами рассматриваем это на управлении торговлей 11. То есть, естественно, для того, чтобы учесть все необходимые новшества, которые были введены, нужно иметь соответствующий релиз. Посмотреть, какой релиз программы мы можем вот по этой пиктограммке, то есть сервисы настройки. И, собственно говоря, вот сведения о программе содержатся, вот такая пиктограмма и с точкой. и когда мы открываем, то есть мы можем посмотреть релиз платформы и релиз самой конфигурации, которая сейчас используется. То есть, вот у нас управление торговлей 11. редакция, релиз 11.5.18. То есть, это один из последних релизов и в нем, естественно, уже предусмотрены и работа с торговыми группами и с ДН-площадками и так далее. То есть, в общем-то, все актуальные сервисы. Когда мы говорим про продажи, то мы имеем в виду, естественно, что у нас работают обмены с честным знаком. и, например, при продажах того, при продажах, если мы производители, мы заказываем эмиссию марок в честном знаке, получаем ответ от честного знака, распечатываем полученные марки и, например, обклеиваем продукцию, которую мы произвели полученными марками. после этого мы создаем документ продажи и документ продажи содержит не только информацию, но и сведения про марки. То есть, это уже система как бы отработанная, уже привычная, то есть, мы на этом сильно останавливаться не будем. Единственное, на что хочу обратить внимание, это на то, что в разделе сервис у нас доступен на учет прослеживаемых товаров. Как я уже сказала, прослеживаемые товары и маркируемые товары это не одно и то же, но, тем не менее, при работе с прослеживаемыми товарами большинство из них попадает и под маркировку, мы должны использовать все доступные сервисы, и вот у нас есть такой учет прослеживаемых товаров. Он у нас не только из этого раздела доступен, точно так же, как у нас доступен отчет, сейчас мы идем отсюда, меню продажи, то есть, как у нас обмен из МП доступен из раздела продажи, у нас есть и другие места, где мы можем этот обмен запустить, соответственно, и в закупках из МП, и также здесь у нас и прослеживаемые товары и обмен. И, естественно, у нас будет работа и со складом, и доставкой, то есть, у нас здесь есть тоже сервис и то же самое обмен с СМП и учет прослеживаемых товаров. То есть, в каждом подразделе, который у нас здесь есть, у нас есть возможность, не бегая туда-сюда, то есть, не вспоминая, в каком же разделе у меня есть возможности такого перехода, мы в каждом разделе можем достаточно комфортно перейти в этот режим. И если брать более серьезные программы, то есть, мы с вами смотрели на управление торговлей. То есть, управление торговлей позволяет и розничные, и оптовые торговли вести в этой конфигурации, ну, естественно, и дополнительно все, что связано с оптовой розничной торговлей. Существует конфигурация один из розниц, где, в общем-то, настройка касается в основном розничных предприятий, там больше меню, которое связано с розничными, с настройкой розничных гаджетов, если можно так сказать, то есть, марки весов, кассовых аппаратов и так далее. И существует еще база конфигурации ERP, это конфигурация, в которой очень хорошо показан блок производства, и, естественно, предусмотрены и планирование, и бюджетирование, то есть, практически в конфигурации ERP используется конфигурация торговли в полном объеме, но добавлена еще и возможность вести производственный блок и зарплату и управление персоналом, то есть, это уже конфигурация, которая используется для более крупных предприятий, в основном холдинговых структур, но работа с маркированной продукцией, то есть, то, что мы с вами смотрели, сегодня здесь практически в полном объеме включена ERP, и все те инструменты, которые нам доступны для работы с маркированной продукцией, нам будут доступны и в ERP тоже. Сейчас мы с вами переходим на наши слайдики, и я хочу вернуться к первоначальным слайду, чтобы еще раз показать вам наши контактные данные, то есть, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта, и еще раз пригласить вас к сотрудничеству, мы будем благодарны вам за обратную связь, вот, к сожалению, я пока никаких вопросов не вижу от вас, так что, ну, будем рады, если вы пришлете пожелания, например, какие темы для вас интересны, что бы вы хотели услышать от нас, мы с удовольствием учтем ваши пожелания, сделаем дополнительные сведения по этим конфигурациям, по этим вопросам, так что на этом разрешите закончить, поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили, и пожелать вам хорошего дня, всего доброго.